Привет! С вами Сойер и сегодня разговариваем про линейный конгруентный метод. Это метод генерации псевдослучайных чисел. Он используется в большинстве стандартных библиотек языка C и во многих других библиотеках. И он хорош с позиции статистики. Но вот для генерации непредсказуемых чисел он не очень хорош. И сейчас я покажу почему. Первый недостаток этого метода в том, что он предсказуем, ввиду того, что крутится в большом бесконечном цикле, где порядок цифр случайных не меняется. То есть он всегда обходит большой массив случайных чисел в одном и том же порядке. И это его делает предсказуемым. Поэтому в криптографии, например, использовать его нельзя. Существует специальная реализация рендов для криптографических целей. Сейчас я напишу небольшую программу. Давайте представим, что нам заказали разработать рулетку. И нам нужно выдавать значения от 0 до 36, чтобы имитировать вращение барабана. И вот как раз эту программку мы реализуем. В прошлый раз мы уже сделали метод LCG. Давайте вернемся к этой программе и немножко ее модифицируем. То есть нам нужно выдавать значения в бесконечном цикле от 0 до 37. И вот здесь давайте будем ждать, чтобы иметь возможность видеть, какие цифры выданы. И, конечно же, недостаток, точнее сложность предсказания в данном случае связана с тем, что мы не знаем первоначально сгенерированное число. Мы знаем только остаток отделения. А остаток отделения от 0 до 37 могут давать многие числа. То есть у нас много первоначальных значений, которые могут в остатке дать одно и то же число. И это проблема. Вторая проблема в том, что мы умные люди, мы решили, что мы случайным образом сгенерируем начальный сит. И таким образом при запуске программы каждый раз у нас будут запускаться и генерироваться разные числа. Давайте сгенерируем наш метод LCG. Запустим. Да, вот 35, 16 и так далее. Запустим еще раз 25. То есть порядок цифр разный. Первоначальные цифры мы не знаем. Мы знаем только цифры 23, 35, 0, 7, 35, 19. И вот мы, допустим, 7 бросков рулетки сделали. И теперь нам нужно предсказать 8. Мы не знаем первоначальных чисел, но мы точно знаем, что порядок этих 7 остатков будет соответствовать какой-то части этого здоровенного массива генерации псевдослучайных чисел. То есть первоначальные значения мы не знаем, но мы знаем, что вот именно такие остатки могут соответствовать нескольким местам. Но чем больше у нас остатков идет в ряд, тем меньше мест, где они могут вот именно в такой комбинации совпадать. То есть мы будем искать место не где конкретно находится вот этот один остаток 23, а то место, где идут 7 чисел случайных, у которых остатки последовательно 23, 35, 0, 7, 35, 19, 10. И я знаю, что 7 цифр это минимум того, что нужно знать для того, чтобы найти такое место. При 6 цифрах возможна ситуация, когда будут 2 места с таким же порядком остатков. То есть в данном случае те, кто знаком с теорией вероятности, могут посчитать, сколько минимально цифр остатков нужно, чтобы точно определить то место, где вот мы сейчас находимся в генерации псевдослучайных чисел. Ну а теперь мы, собственно говоря, просто напишем наш генератор, который будет на самом деле очень и очень простым. Нам просто нужно найти то место, где... А, зачем? Нам даже не нужно так. Мы сейчас скопируем наш lcg и назовем его genc. Вот, то есть мы возьмем вот этот метод, мы его просто доработаем. Не надо будет все сначала делать. Нам не принципиальное значение c, да, но что нам важно? Нам нужно завести массив, который будет состоять из 7 позиций. Ну вот давайте сделаем заготовочку на будущее. size 7, пускай у нас будет массив из остатков длиной 7. И вот у нас есть уже эта последовательность 23, 35, 0, 7, 35, 19, 10. Окей, мы ее знаем и возьмем, ну даже на самом деле, ладно, пускай будет int, текущая позиция, да. То есть мы будем указывать на позицию совпадения в этом массиве. Изначально она равна нулю. И пока мы не дойдем до последней позиции, мы будем крутиться в цикле. То есть пока у нас количество совпадений будет меньше 7. Дальше мы будем, собственно говоря, смотреть наши остатки в позиции, равны ли они остатку в позиции LCG. Если равны, мы сдвигаем на одну позицию. Если не равны, тогда сбрасываемся. То есть если мы нашли несколько подряд идущих совпадений, а на четвертый раз ошиблись, все, значит это не то место. Нам нужно, чтобы совпали вот все 7 чисел. Окей, значит сбрасываемся. И дальше мы, собственно говоря, выводим наши значения. Выводим наши значения. Генерируем наш генератор и выставляем его на позицию нашего рэнда. Проверяем, что это все работает. Окей, следующее значение 16, но нам этого мало. Давайте мы возьмем и сделаем, скажем, 10 значений. Нам нужно, например, 10 значений следующих. Либо вообще зачем, почему 10. Сделаем точно так же, как там. While1.getChart. Окей. Компилируем, запускаем. Вот у нас сейчас выставится наше с вами случайное число на позицию с этими остатками. Это займет некоторое время для выставления. Окей, выставили. 16, 0, 19, 20. Ну вот, допустим, взяли пяток. Теперь переходим сюда. Предполагаем, что следующее значение 16. О, угадали. Может случайность. Следующее значение должно быть 0. Опять угадали. А тогда 19, 20, 17. Все, мы начали предсказывать значения, имея только 7 остатков в загашнике. При меньшем количестве, как я уже сказал, возможно, места, где количество вот таких мест, где именно такой порядок остатков, остатков их значительно больше. То есть 7 это гарантировано. Если мы возьмем по модулю 65535, таких мест уже будет меньше. И надо будет всего 2 остатка найти, чтобы выставить наш генератор на нужное место. Но, как вы поняли, как только мы узнали алгоритм и узнали вот это значение модуля, а его мы можем предугадать по выдаваемым значениям, мы, соответственно, уже можем написать свой генератор, который будет предсказывать те значения, которые выдается методом LCG. Линейно-конгурентным методом. И в этом его недостаток. Ну, а это был канал СОВЕР. Спасибо, что слушали. До свидания.